Время 10 часов московского времени, и это очень важно. Ой, 11 часов московского времени, но смысл не в 10 или 11, а в том, что у нас в Казани время московское. И это очень важно, что мы с вами на этой замечательной площадке в Казани уже второй раз встречаемся. И речь идет не только о формальной стороне сотрудничества, а о тех замечательных сложившихся творческих, научных, образовательных контактах, которые связывают сообщества, которым руководствуются принципами ассоциации. И здесь очень важно осознавать, уважаемые коллеги, что лишь в этой совместной работе центральных, федеральных учреждений, академического сообщества, университетского сообщества, действующих институтов власти и управления, все это подчинено одной задаче. Мы с вами не только окунаемся в эпоху историческую, которая обозначена в теме нашего форума, но мы пытаемся извлечь те уроки, которые важны и значимы именно сегодня. Позвольте, как директор Института международных отношений Казанского федерального университета, который является совместными партнерами в проведении этого форума, предоставить слово для модерирования и слово для приветствия первому проректору, проректору по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрию Альбертовичу Таюрскому. Пожалуйста, Дмитрий Альбертович. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сегодня в Казанском федеральном университете открывается второй международный научный форум, посвященный выдающемуся советскому дипломату, государственному деятелю, министру на странах дел Советского Союза с 1957 по 1985 год Андрею Андреевичу Громыко. Для Республики Татарстан и для Казанского университета это большая честь принимать сегодня представителей его семьи и столь известных в Отечественном мировом научном сообществе ученых, представляющих профильные институты Российской Академии наук, ведущие университеты России и других стран. Поэтому я прошу поприветствовать наших дорогих гостей. Спасибо. Позитивные результаты усилий Андрея Андреевича Громыко направлены на поддержание глобальной системы безопасности, особенно актуальны сегодня в современную эпоху больших противоречий и требуют, конечно же, большого, глубокого и системного анализа. Исторические заслуги министра иностранных дел Советского Союза имеют актуальное значение для подготовки молодого поколенника, занимающихся современной мировой политикой, историков, востоковедов, регановедов, юристов, политологов, социологов, журналистов, переводчиков. Основное внимание участников форума будет уделено важнейшим аспекту современных международных отношений, глобальной и региональной безопасности, в первую очередь проблемам в политической, военной, экономической, социальных сферах, представляющих сегодня стратегическое значение для обеспечения национальных интересов и безопасности Российской Федерации. Можно без преувеличения сказать, что Андрей Андреевич Громыко прочно и масштабно вошел в политическую и дипломатическую историю XX века, заняв недостойное место. 46 лет он занимался активнейшей дипломатической деятельностью, в том числе более 28 лет возглавлял внешнеполитическое ведомство, одной из крупнейших мировых держав. Дипломатическая судьба этого выдающегося человека распорядилась так, что он всегда находился в центре мировой политики. На посту в Вашингтоне Андрей Андреевич был напрямую причастен к событиям, определявшим дальнейший ход мировой истории. Как член советской делегации на международных конференциях от Ялты до Сан-Франциско в 1945 году, он принимал непосредственное участие в формировании того мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны и в создании Организации Объединенных Наций. Неоспорим его вклад в послевоенное урегулирование международных отношений. Громек руководил дипломатической службой СССР практически три десятилетия. Высшие руководители менялись, а он оставался. Причиной этого объясняется тем, что он высокопрофессионально умел отстаивать внешнеполитические интересы государства и своего народа. Для него характерным было не только стремление отстаивать собственные интересы, но и учитывать позиции противоположной стороны, добиваться взаимоприемлемых результатов. Когда речь заходила о защите интересов своей стороны, он умел твердо сказать «нет» и делал всегда это веско, убедительно. Дипломатический стиль Андрея Андреевича Громыка отличался серьезностью и основательностью. Он отвергал в дипломатии экстравагантные выходки высокооставленных деятелей, воспринимал поддержание отношений между государствами как постоянный труд, требующий большого запаса знаний. Он считал, что тот, кто связал свою жизнь с дипломатией, должен обладать такими чертами, как эрудированность, компетентность, скромность, достоинство, патриотизм, преданность в защите интересов Отечества. Он считал, что тот, кто связал свою жизнь с дипломатией, должен обладать этими чертами в полной мере. Обращение к масштабу личности Андрея Андреевича Громыка – это повод для размышлений о перспективах нашей современной российской внешней политики, чтобы внимательно, критически, но уважительно присмотреться к накопленному за долгие годы дипломатическому опыту, бережно сохранить то позитивное, что было наработано предшественниками. Накопленный опыт необходимо тщательно и объективно проанализировать, чтобы перед лицом новых вызовов, стоящих перед Россией и всем международным сообществом, избежать повторения старых ошибок. Изучать опыт нескольких поколений отечественной дипломатии, знать и применять его, что представляет актуальной задачей для молодых дипломатов. А деятельность Громыка и ее изучение – это необходимая составная часть подготовки нового поколения специалистов-международников. Сегодня Казанский федеральный университет непосредственно причастен к процессу подготовки международников. Но я должен сказать, что эти традиции были заложены еще в далеком 1804 году, когда император Александр I подписывал утвердительную грамоту об образовании Казанского императорского университета. В этой утвердительной грамоте было поставлено две основные задачи – служить мостом между культурами Запада и Востока. И вторая задача – готовить юноши к службе государевой. И вот этим двум задачам Казанский университет, независимо от того, каким он назывался императорским, государственным, сегодня федеральным, и пытается следовать. Многие первые профессора были приглашены в Казанский императорский университет из Европы, несли европейские знания, но с другой стороны началось изучение восточных языков. С 1804 году в нашем университете была начата подготовка юристов, возникла и Казанская школа права. Это Дмитрий Иванович Мейер, Габриэль Феликсович Ршиневич, школа международного права, которая успешно развивается сейчас. Кроме этого, в Казани сложилась одна из самых сильных мировых школ встоковедения. В 1807 году была образована первая кафедра в России восточных языков, затем кафедра турецко-татарской словесности, арабско-персидской словесности, первая в России кафедра китайской словесности, армянской словесности, санскрита, первая в мире кафедра монголоведения, кафедра калмыцкого языка, составлявших всех вместе восточный разряд Казанского университета. И не случайно в 1840-е годы Лев Толстой поступил для изучения восточных языков именно в Казанский университет. Его тетя-опекун Шапила Е. И. Юшкова мечтала для племянника карьеры российского пламата на Востоке. А учеба в Казанском университете более всего обеспечивала для молодого человека его успешное будущее. Считалось, что выпускники Казанского императорского университета будут состоять при российских посольствах и миссиях в Персии или Китае. В настоящее время в Казанском федеральном университете сложилось определенное своеобразие подходов к подготовке кадров в области международной аналитики востоковедной мировой повестки. Казанский университет при поддержке руководства Республики вносит большой вклад в проекты в области укрепления регионального компонента во внешнеполитической и экономической деятельности России, задействовать для поддержки экономической деятельности Республики свои зарубежные представительства. Этот опыт был неоднократно представлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Женеве. Должен сказать, что в этих представительствах работают в основном выпускники Казанского университета. Сегодня мы становимся интегрированы в те процессы, которые курируют, координируют ООН и ЮНЕСКО в России, в том числе и в Татарстане. Тесным взаимодействием не только с ЮНЕСКО, но и с другими организациями, такими как ИКОМОС и КРОМ, в Казанском университете открыта магистрская программа для международников по управлению культурным наследием, аналогов которой в России нет. Здесь отрабатываются компетенции в сфере международного менеджмента на объектах всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но я должен сказать, что эта кафедра мирового наследия совместно с студентами осуществляет большую междисциплинарную миссию в Казанском университете. Сегодня готовятся номинационные досья, но подготовлены, сейчас проводится работа по включению астрономических обсерваторий Казанского университета в свод культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. И здесь мы тоже опираемся на опыт, который был накоплен нашими коллегами при номинациях Казанского Кремля, Болгара, Свияжска. И осуществляется такая связь между физиками и лириками, между астронами и историками. Сегодня эта работа продолжается. Сегодня у нас отрабатываются новые модели, как сегодня принято говорить, soft skills-модели в подготовке юристов-международников. В сфере международной защиты прав человека, разграничения юрисдикции в целях обеспечения мирового правопорядка, национального суверенитета, экологической безопасности, международного правового регулирования труда на региональном уровне. У нас сложился уникальный опыт в сфере студенческих инициатив и волонтерской деятельности, программы внутрироссийской академической мобильности совместно с МГИМО, МИД России, и моделирования деятельности международных организаций, причем не только ООН, но и ЮНЕСКО, и Организации исламского сотрудничества. Мы исходим из того, что конкурентным преимуществом может стать учет не только универсализма в подходах к подготовке студентов в сфере международной аналитики, но и особенно основанных на традициях и практиках конкретного университета, в которых проявляется его идентичность и потенциал региона, его нахождение и роста. Мы становимся все более интригированы в те процессы, которые сегодня курирует и координирует ООН и ЮНЕСКО в России, в том числе и в Республике Торстан. Результатом этой работы стали несколько сотен наших выпускников-специалистов. Среди них есть и те, кто свою жизнь посвятил дипломатии, работая в ООН, в Вашингтоне, Вене, Берлине, Брюсселе, Тегеране, Анкаре, Сеуле, в ряде африканских стран, странах СНГ, достойно представляя нашу страну, республику и, конечно же, свой родной университет. Сегодня перед миром стоят сложные задачи, и мы собрались здесь поговорить о том опыте, которым можно воспользоваться, как бы не относиться к тому общественному строю, в условиях которого работал Андрей Андреевич Громыко. Но тогда к России уносились с уважением. Наша задача – готовить специалистов во взаимодействии с российскими и зарубежными партнерами, готовить их так, чтобы голос России был всегда слышен. Мы благодарны той высокой оценке, которую дает МИД России усилием нашего университета в деятельности Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Андреевича Громыко, поддержав ежегодное проведение на базе Казанского университета совместно с партнерами из университетов государств и членов ЕАЭС чтений имени этого выдающегося советского дипломата. Президент Республики Тарастан Рустам Наргалевич Миниханов вошел в состав попечительского совета Ассоциации. После встречи главы Республики с руководством университета и руководителями институтов Российской академии наук в октябре 2019 года во время проведения в Казань первого Громыковского форума был принят целый пакет поручений президента по развитию сотрудничества университета с институтами РАН в социогуманитарной направленности. Казанский федеральный университет готов и в дальнейшем представлять свою базу в качестве постоянной регулярной площадки для международного экспертного дискуссии ученых, дипломатов, общественных деятелей в формате Международного научного форума Андрея Громыка и российской дипломатии в эпоху глобальных противостояний. Благодарю вас за внимание. А теперь я с большой радостью, с большим удовольствием предоставляю слово для доклада по теме «Центробежный мир» Алексею Анатольевичу Громыко, директору Института Европы Российской академии наук, члену-корреспондента Российской академии наук, председателя Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Андреевича Громыко, сопредседателя форума. Пожалуйста, Алексей Анатольевич, вам слово. Большое спасибо, Дмитрий Альбертович. Я чрезвычайно рад тому, что сегодня впервые вновь с 2019 года в таком формате мы встречаемся, имеем честь обсуждать очень важные проблемы международных отношений, мировой политики. Видно по уже программе, по списку тех, кто дал согласие быть здесь лично, будут обсуждаться такая впечатляющая россыпь тем, многоцветная мозаика истории и современности международных отношений и мировой дипломатии. История и настоящие международных отношений, научной дипломатии неразрывны. И ясно, что без понимания причинно-следственных связей в их развитии невозможно разобраться в хитросплетениях мировой политики. И такого рода встречи, безусловно, и для молодежи, и уже для умудренных опытом специалистов очень важны для того, чтобы слышать разные мнения и обмениваться идеями. Я хотел бы сказать вначале, в качестве приветственной части выступления, что, безусловно, такого рода форумы могут проводиться только при поддержке очень впечатляющего числа самых разных организаций. Казанский федеральный университет сыграл самую важную и ключевую роль в том, что в свое время была не только высказана, но воплощена в жизни идея о том, чтобы не только провести такой форум, но сделать его таким неким регулярным событием. Здесь представлена и ассоциация внешнеполитических исследований, и российско-историческое общество, и впечатляющий набор блестящих научно-исследовательских центров Российской Академии наук, это Институт США и Канады, Институт Латинской Америки, Институт Востоковедения, Институт Европы, представители из Дружеского, Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, и безусловно мы благодарим те неправительственные организации и фонды, которые внесли свой вклад в то, что мы сегодня и в последующие дни можем с вами и интеллектуально, и эмоционально получать наслаждение от нашей работы. Мне кажется, что Казань – это город, в который надо обязательно приезжать, а не связываться с ним только онлайн. Ну а, конечно, общение с нашими коллегами и друзьями – это бесценная вещь, поэтому доставляет столь большое удовольствие вновь очно встречаться здесь. И позвольте мне еще раз лично поблагодарить всех, кто способствовал воплощению этого проекта в жизни за ваше личное участие в работе. Для меня это событие, конечно же, носит и личное измерение. И вот что интересно, Андрей Андреевич сам практически всю жизнь жил в эпоху глобальных противостояний. Но и мы сейчас так называем наши встречи и ощущаем всеми данными нам средствами познания мира, что мы действительно живем в эпоху глобальных противостояний. То есть здесь, с одной стороны, нового для мира ничего нет, но с другой стороны, ясно, что все кризисы, все столкновения и интересов, и ценностей, и представлений о развитии мира должны восприниматься в контексте. И поэтому так важно знать не только историю, но и пытаться понять современный мир. И не случайно такое огромное внимание в эти дни привлекает знаковая дата – это 60-летие Карибского или Кубинского кризиса. И, кстати, именно сегодня, 27 октября 1962 года, он достигнет своего пика. Именно сегодня, находясь под атакой надводными гранатами ВМФ Соединенных Штатов, командование советской подводной лодки с ядерной торпедой на борту будет принимать в глубинах Саргасова моря решение о том, запускать эту торпеду или не запускать. К нашему с вами счастью, эта торпеда запущена не была, как не была запущена и ракета средней дальности с ядерной боеголовкой с американской ракетной базой на Окинаве 28 числа, то есть завтра, 60 лет назад. Там сыграл роль технический сбой, но ракета почти была уже запущена в сторону Советского Союза. Мир действительно, можно сказать, в каком-то смысле чудом избежал самоликвидации. Конечно, фигура Громыко олицетворяла советскую дипломатию на протяжении длительного времени. Пост министра, как уже Дмитрий Альбертович отметил, Громыко занимал долгое время, с 1957 по 1985 годы, но он именно олицетворял советскую дипломатию, потому что Громыко возглавлял огромный коллектив, в который входили многие другие выдающиеся дипломаты, Громыко способствовал дальнейшему становлению вместе с соратниками блестящей школы отечественной дипломатии в лучших ее исторических традициях, ее превращению в одну из самых профессиональных школ мира. Память о Андрея Громыко жива во многих проявлениях, это и ассоциация, названная его именем, и остров имени Громыко в Курильской гряде, и с прошлого месяца сквер рядом с дипломатической академией в Москве. И это международный научный форум по проблемам глобальной безопасности и научной дипломатии, который вновь мы сегодня собираем. И разрешите мне добавить несколько слов по сути вопроса. Мне представляется, что международные отношения это одна из наиболее интересных и в то же самое время сложных тем для изучения, для анализа в области, по крайней мере, общественных наук. Дипломатия, помноженная на глубокие знания, на профессиональные навыки, на научные подходы, является необходимым элементом стратегического мышления любого государства, которое на такое стратегическое мышление претендует. Дипломатическая деятельность, тем более научная, дипломатия по своей природе столь же рутинна и монотонна, сколько дает простор для творчества, для неординарных шагов и решений. Она индивидуальна и коллективна сразу. Она требует для своего успеха как строгости в следовании установкам центра, так и способности брать ответственность на себя. В последние годы российская дипломатия сталкивается с тем, что в международных отношениях прогрессирует опасная тенденция. Это вымывание институтов, механизмов профессиональной дипломатии, это депрофессионализация службы, ее превращение в пространство таких политизированных пересталищ, а то и оскорблений. В международной дипломатии в значительной ее части происходит кардинальный сдвиг от классической непубличной дипломатии, направленной на решение проблем, на выстраивание доверия к мегафонной дипломатии лицедейства, которая все больше напоминает политическое шоу и используется как инструмент очернения соперника. И, конечно же, с этим надо бороться. Дипломатия тем более научная, неотделима от науки, от аналитической и исследовательской деятельности, от экспертных навыков, от системности в работе, от комплекса знаний в области истории, политических наук и международного права, ну и, конечно же, владения другими языками. После развала СССР российская дипломатия, ее экспертное научное сопровождение, последовательно стремились не допустить появления новых разделительных линий, в том числе в Европе, и предотвратить многие вооруженные конфликты. Это, на мой взгляд, наглядно прослеживается на примере истории югославских войн и событий в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в Сирии, на примере экспансии НАТО, на примере борьбы за архитектуру стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Ключевая роль ООН в мировом управлении до сих пор остается неизменной центральной осью внешней политики нашей страны. И напомню о том, что 26 июня 1945 года в Сан-Франциско Громеков поставил свою подпись под уставом Новой Всемирной Организации, и с ним еще шесть представителей нашей страны. Опыт видных отечественных дипломатов, дипломатов-ученых, оценки исторических событий, свидетелями и участниками которых эти дипломаты были, мне представляется, этот опыт бесценен и достоин самого нашего пристального внимания. Еще раз благодарю всех участников форума за ваше личное участие в нем и желаю нам всем крайне интересной работы. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Сейчас я попрошу Валерия Николаевича Гарбазова, директора Института США и Канады имени Академика Арбата, Российской Академии Наук, члены-корреспондента Российской Академии Наук, сказать несколько слов. Спасибо большое, Дмитрий Альбертович. Я, прежде всего, должен поблагодарить и вас, и всех сотрудников Казанского федерального университета за то, что они уже не первый раз, это вошло в традицию, принимают участников этого форума. Я думаю, что эта традиция закрепится, и ничто не помешает ей дальше развиваться в таком же русле. Действительно, вот те проблемы, которые выносятся на обсуждение, они связаны с современностью, с сегодняшним днем, но и с прошлым. Ну, вроде бы, недавняя, прошлая, но холодная война – это уже история. Но в этой истории мы тоже черпаем какие-то уроки, потому что современных международных отношений без истории не бывает. Мы видим, что то, что происходит сегодня, корни очень многих проблем, они уходят вот туда, и даже еще и дальше. Вот. И то, что все это обсуждается, и как бы в центре, и в фокусе всех этих проблем является личность Андрея Андреевича Громыка, я вижу в этом такой большой смысл, потому что действительно это уникальный человек, который прожил, ну, если так можно сказать, несколько жизней. И вся история нашей страны, Советского Союза, она как бы преломилась в ней. Он был на острие всех внешнеполитических проблем и дипломатии тогда, когда холодная война зарождалась. Он был на острие всех внешнеполитических проблем в период острейшего обострения холодной войны. В период Карибского кризиса, который стал апогеем холодной войны. И в период после Карибского кризиса, когда холодная война получила инструменты регулирования во многом из-за Карибского кризиса. Когда обе стороны, две супердержавы, нашли в себе силы, возможности, преодолели какое-то недоверие и нашли возможность установить диалог. Вот этот диалог в разной форме, в разных форматах, он стал механизмом регулирования биполярной конфронтации и сделал ее, ну, хотя бы в какой-то степени предсказуемой конфронтацией, которую можно было регулировать, а может быть даже и в какой-то степени планировать какие-то возможные кризисы и находить способы их предотвращения. То есть вот тот инструментарий, которым обладал Громыко и который он получил, ну, собственно говоря, из жизненного опыта своего, он, конечно, совершенно бесценен и в какой-то степени уникальный этот опыт. Ну, и тот период, который связан с перестройкой, когда Россия отходила от такой конфронтации периода Холодной войны и переходила в новую эпоху, он тоже дал очень много нового и размышлений относительно той поры. И сегодняшняя наша ситуация, связанная с тем, что наблюдается, ну, явный дефицит дипломатических усилий, наблюдается кризис дипломатического инструментария, наблюдается кризис экспертной оценки во внешнеполитической сфере, он заставляет задуматься и вспомнить о той поре. Конечно, сегодня Холодная война. Мы можем сказать, что в классическом смысле этого слова она ушла в прошлое, но международное отношение, как доказывает история, без конфронтации не бывает. Формируются разные конфронтационные поля, большие и маленькие. И, наверное, мы так и будем жить в таком мире, где всегда присутствует конфронтация, а наша задача будет состоять в том, чтобы предотвращать ее и не доводить ее, или убеждать политиков, не доводить ее до войн, конфликтов, которые создают действительно реально настоящую опасную ситуацию для мира и для жизни. Наш институт, Институт Соединенных Штатов Америки и Канады, которому, кстати говоря, в этом году было присвоено имя и его основателя, академика Арбатова, в этом году ему 55 лет. И вот когда мы вспоминаем его историю, то, в общем, оказалось, что он был создан, в общем-то, по итогам Карибского кризиса, когда стало понятно, что советское руководство принимает решения, не очень глубоко проработав эти решения. Когда советское руководство той поры идет на шаги, не понимая, что за этими шагами может последовать. И когда стало ясно, что, в общем-то, особых знаний о том, как функционирует американское государство, то, как там принимаются решения, как распределена власть, потому что там власть, конечно, была распределена и сформирована не так, как в Советском Союзе. Об этом тоже не очень, так сказать, глубоко, не очень глубокие знания были. И вот по итогам этого кризиса, собственно говоря, и было принято решение ЦК КПСС, была такая славная организация, о создании института, он тогда назывался Института по Америке или по Соединенным Штатам Америки. А потом он приобрел свое новое название, вот в таком виде он существует. И миссия института состоит в том, чтобы искать мирные способы разрешения конфликтов, предлагать мирные пути, дипломатические пути, предотвращение, обострение этих конфликтов. Никак не военные, то есть это не наша задача, это задача, наверное, других ведомств. Вот, и с такой же миссией работают и все аналогичные институты нашего отделения глобальных проблем и международных отношений, Институт Европы, Институт Латинской Америки, Институт Африки, Институт Востоковедения. То есть наши цели мирные, дипломатические, и мы, я думаю, будем использовать и находить новые резервы все-таки поиска мирных способов разрешения самых разных конфликтов. Ну и то, что мы сегодня здесь, я думаю, что это очень полезная такая вещь. И я должен сказать и Алексею Анатольевичу, конечно, большое спасибо за то, что он в свое время придумал вот эту идею создать и ассоциацию Громыка, и развивать ее в том направлении, чтобы держать в поле зрения наследие той поры, которая, конечно, нельзя забывать. Нельзя забывать, потому что уроки все-таки извлекать из прошлого необходимо. Может быть, не всегда на них удастся учиться, но помнить об этом надо. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Валерий Николаевич. И я хотел бы предоставить слово для приветствия Вилетти Макариос-Ранитайр, заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Пожалуйста. Спасибо большое. Я передам приветственное слово от директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук Разумовского Дмитрия Вячеславовича. Уважаемые организаторы и участники Второго Международного научного форума по проблемам глобальной безопасности и научной дипломатии Андрей Громыко и российская дипломатия в эпоху глобальных противостояний. Позвольте горячо приветствовать вас на форуме, традиционно проходящем в Казанском федеральном университете. За годы существования он завоевал авторитет одной из ведущих в стране площадок по обсуждению современных международных отношений и глобальной безопасности, актуальных проблем в политической и экономической сферах. Плоды этих дискуссий неизменно представляют большой интерес для экспертного сообщества, применяются для выработки рекомендаций для российских органов власти. Отрадно, что все большее внимание на форуме уделяется латиноамериканским странам и их взаимодействию с Россией. Страны региона оказывают все большее влияние на формирование мировой, экономической, политической и социальной повесток участвуют в выработке решений мировых проблем. Наконец, в условиях возрастания напряженности международных отношений Латинская Америка занимает все большее место во внешней политике Российской Федерации. Форум традиционно собирает лучших в стране специалистов-международников, ученых и практиков. Этот обмен мнениями особенно важен в условиях меняющегося на наших глазах миропорядка и поиска подходящего пути развития нашей страны. Мы ждем от участников научного мероприятия свежих идей и выводов, оригинальных концепций и творческих открытий. Желаем участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий и встреч. Спасибо большое. На этом, уважаемые коллеги, позвольте мне считать начало работы форума открытым. Пожелать вам всем успешной работы, творческих дискуссий и приятного времяпрепровождения в одном из старейших университетов России, в одном из лучших городов Российской Федерации. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы идем пунктуально, минуту в минуту. И этот плавный переход, собственно, к самим чтениям, не за горами. Я прошу наших уважаемых модераторов взять бразды правления в свои руки. В первую очередь, Валерий Николаевич Гарбузов, главный модератор, Валерий Алексеевич Литяев, профессор Анхикса и Казанского федерального университета, и наш ветеран, которого мы приветствуем, наш патриарх, собственно, и основатель отделения международных отношений в Казанском федеральном университете 27 лет тому назад. И вот здесь сидят ваши ученики, ваши коллеги, Яков Яковлевич Гришин. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы переходим к чтениям имени Громыка, к его пленарному заседанию. И слово предоставляется директору Института США и Канады имени академика Арбатова, Российской академии наук, член-корреспондент Уран, Валерию Николаевичу Гарбузову. Спасибо большое. Я напомню, что докладчикам даны, по-моему, 15 минут, чтобы они держались вот этого регламента. Сам я тоже, конечно, буду стараться, а вы за мной следите. Все мы наблюдаем за тем, что происходит в современных международных отношениях и в современном мире. Все мы согласны с тем, что этот мир, современный мир, меняющийся, что он очень нестабильный, а в чем-то и даже очень хаотичный. И в этом, в общем, он отличается, может быть, от некоторых периодов Холодной войны, которые, несмотря на свой конфронтационный характер, характеризовался все-таки какой-то определенной стабильностью и даже предсказуемостью. Я уже говорил о том, что Холодная война ушла в прошлое, и она, в общем-то, этот период достаточно изучен. Достаточно изучен и в Соединенных Штатах Америки. Какое-то время он даже изучался лучше, чем в Советском Союзе. И после распада Советского Союза, внимание историков было уделено этому периоду, и стали изучаться работы, несмотря на проблемы с архивными документами. Но, тем не менее, тоже наши историки внесли свой вклад, и американисты, в том числе, в изучение этой самой Холодной войны. И если раньше, в период Холодной войны, обе стороны обвиняли друг друга в ее начале, американцы говорили, что это экспансионистская политика СССР заставила нас вести себя так, поэтому началась Холодная война. В Советском Союзе преобладала точка зрения обратная, совершенно обратная, что это был ответ Советского Союза на американскую политику. А если вы помните, то во второй половине 80-х годов и в 90-е годы, в общем-то, кстати говоря, и американские, и советские историки собирались неоднократно и обсуждали эту проблему. И там вот выработалась такая третья позиция – теория равной ответственности. Обе супердержавы вели себя так, что мир оказался в состоянии биполярной конфронтации. И они не стали выяснять, каков процент ответственности США, каков процент ответственности Советского Союза. Обе стороны несли равную ответственность за то, что Холодная война началась и то, что она продолжалась так долго. Я думаю, что это правильный подход. Это вот такой подход, выработанный в результате консенсуса, который не обвиняет единолично одну какую-то противоположную сторону во всех бедах. А это подход, который предусматривает необходимость взять часть вины и на себя. И это был конструктивный взгляд, вообще говоря, на ту Холодную войну. Холодная война – это, конечно, период биполярной конфронтации двух супердержав, союзников этих супердержав на четкой идеологической основе, который продолжался в течение довольно длительного времени. И главная характерная черта той конфронтации – это ее биполярный характер. Хотя я должен сказать, что биполярность, она даже в годы Холодной войны, она была достаточно относительной. Например, в ту пору, в Холодную войну, существовало две теории трех миров. Я говорю две теории, потому что одна теория родилась в Китае, и Мао Цедун, он делил мир. Первый мир – это США и СССР, он туда две супердержавы определял. Второй мир – это Европа, Япония и другие страны. А третий мир – это Азия, Африка и Латинская Америка. А на Западе теория трех миров была ближе к нашему пониманию биполярного мира. Первый мир – Советский Союз, вернее, США и Запад. Второй – Советский Союз и союзники СССР. Ну и страны третьего мира. Все мы, кто учился в годы Советского Союза, помним, что в учебниках именно таким образом и определялась какая-то структура, миропорядка того времени. Ну, это, в общем-то, и объяснимо, потому что каждое поколение пытается как-то структурировать тот мир, в котором оно живет. Сегодня, например, мы после окончания Холодной войны и распада Советского Союза говорим о том, что мир сегодня полицентричный, что мир не однополярный, что в этом мире существует даже один треугольник – США, Китай и Россия. Во многом, конечно, с этим можно согласиться, но надо понимать вообще, говоря, что в любом мире, каким бы он многополярным ни был, сколько бы центров силы в нем ни было, но они неравны друг другу. Всегда будут большие центры притяжения, меньшие, средней степени, но я полагаю, что в мире всегда будет лидер. Всегда. Так было в XIX веке, когда Британская империя, в общем-то, выполняла роль супердержавы того времени, хотя не называлась такой, но по сути была со своей колониальной империей. Поэтому я не обольщаюсь, что мир ближайшего или отдаленного будущего будет полицентричный, будет более справедливым. Скорее всего, в нем будет, конечно, много центров силы, будет борьба, но все равно в нем будет лидер, какой-то лидер. А вот требования к лидеру и способность быть лидером самые разные. Либо это лидер, который как локомотив ведет за собой весь мир, либо лидер, который не может двигаться как локомотив, а в силу самых разных причин и обстоятельств он тормозит. Тормозит и с этим, так сказать, торможением, это торможение оказывает влияние и на все остальные центры силы. Здесь можно много об этом говорить, но я не буду так подробно на всем этом останавливаться, а скажу только о тех определяющих моментах, которые, на мой взгляд, сегодня формируются, и мы являемся свидетелями. Свидетелями формирования и во многом уже существования двух главных конфронтационных осей современного мира. Первая конфронтационная и вторая конфронтационная ось связаны с Соединенными Штатами Америки. Потому что, несмотря на все уверения, что США теряет свое доминирование или уже потеряла доминирование, что США потеряла свою способность быть лидером, егемоном и так далее, можно по-разному это говорить, все-таки Соединенные Штаты Америки и показатели самые разные доказывают это, говорят о том, что Соединенные Штаты Америки пока остаются доминирующей мировой державой. Да, на пятки им наступают другие центры силы, прежде всего Китай. Да, Россия является такой серьезной головной болью, как держава, которая по видению США представляет угрозу ревизионизма и стремления к возрождению собственного величия. Но, тем не менее, конечно, в этом полицентричном мире существуют и наиболее такие сильные центры силы. Так вот, эти две конфронтационные осьи связаны, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки и замыкаются на них. Первая конфронтационная ось – это США-Китай. Эта конфронтационная ось сформировалась благодаря возвышению Китая, которое происходило в течение последних 40 лет, не без участия Запада и США. Ну и, как часто бывает, Запад вскормил себе своего собственного конкурента и Соединенные Штаты Америки. Западные инвестиции подняли Китай, и Китай теперь рассматривается как серьезная угроза, прежде всего, в экономической сфере, в финансовой, в торговой сфере Соединенным Штатам Америки. Отсюда мы видим эти торговые войны, особенно при Трампе вы видите очень обостренное восприятие Китая со стороны американского президента. Сейчас это, так сказать, как бы немножко смягчено, но, тем не менее, все равно это остается. Китай воспринимается Соединенными Штатами как долговременный конкурент. Они не говорят, что это враг, не говорят, что от него это такая глобальная опасность, но как главный конкурент, который бросает вызов американскому глобальному доминированию. У этой конфронтационной оси есть свое содержание. Я уже назвал, это торгово-экономическая сфера, финансы пока, но, скорее всего, эта конфронтация выйдет за пределы этой сферы и перенесется и на военно-политическую конфронтацию, на военную, может быть, даже и на глобальную конфронтацию. И я думаю, что это мы увидим, ну, кто-то увидит, кто-то нет, в этом веке, в этом веке. И 21 век, как 20 век был веком советско-американского противостояния, будет, конечно, 21 век веком американо-китайского глобального противостояния. И многие американские, неамериканские, даже китайские исследователи говорят о так называемом новом биполярном мире, новом биполярном веке, американо-китайском веке. Я бы даже добавил сюда, Соединенные Штаты Америки, вот мы, американисты, когда говорим об этой державе, то стало с некоторых пор употребляться такое понятие «неформальная империя современного мира». Это США, и это про США. Действительно, эта империя, она не похожа на старые колониальные империи, но неформальная, потому что неформальными способами распространяла свою экспансию, глобальную экспансию. Если мы посмотрим, то США везде, сегменты США в каждой стране, в разном виде, либо в виде баз, которые разбросаны военных, военно-морских, военно-воздушных по всему земному шару, либо в виде инвестиций, либо в виде финансовых корпораций, ну и так далее. Ну, сложно, может быть, найти страну, за исключением ряда стран, где бы мы не нашли присутствие Соединенных Штатов Америки. И она такой пока остается, эта держава, неформальная империя современного мира. Я остерегаюсь всегда Китай называть пока новой неформальной империей современного мира, но я чувствую, что придется, ну, когда-то, назвать и Китай. Новой неформальной империей современного мира, потому что Китай тоже в какой-то степени, вольно или невольно, но пошел по стопам Соединенных Штатов Америки, вывозя свои товары. Один тот факт, что 80% американского рынка потребительских товаров – это китайские. Другие страны тоже, собственно говоря, объекты китайской торговой экспансии. Осталось две минуты. Осталось две минуты. Все, сейчас, значит, я закругляюсь, прошу прощения. Значит, тоже объекты китайской, значит, торговой экспансии. Поэтому, конечно, я думаю, что будущее все ведет к тому, что у нас появляется новая неформальная империя – это китайская. Китайская. Вот эта конфронтация – одна конфронтационная линия. Значит, вторая конфронтационная линия между теми же самыми США и Россией. Россия – не СССР. И это вылилось вот в те события, с которыми мы сталкиваемся, в специальную военную операцию на Украине. Неизвестно, чем она закончится. То есть это такое событие, когда нельзя сказать, в чем состоять будет победа, и чем она должна завершиться, что должно быть с Украиной, будет ли она разделена, будет ли она полностью, значит, под властью России, что будет с украинцами, ну и так далее. То есть масса вопросов больше, чем ответов на них. Вот эта конфронтационная ось вторая. Она асимметричная. Она асимметричная, потому что асимметрична экономике двух супердержав. Американской, ну я оговорился, супердержавой Россия является только, наверное, в ядерной сфере. И Россия. Поэтому это вторая линия, конфронтационная линия современного мира. Пока что она развивается в сфере геополитики, отчасти в сфере конкуренции на рынках энергоносителей, в военно-политической сфере. Но как, вот каково будет дальше развитие этой линии, этой конфронтационной оси, сказать очень сложно. Потому что либо дальше в углубление конфронтации, либо все-таки в ослабление, поиск какой-то другой модели отношений. Бывшие супердержавы или наследницы бывшей супердержавы, и настоящие супердержавы. И самое последнее. Вот эти две конфронтационные линии, хоть много говорят об американо-китайском противостоянии, но я, если так можно сказать, больше спокоен за американо-китайскую конфронтационную ось. Потому что она регулируется. Вот эти самые торговые войны, это механизм регулирования американо-китайской конфронтации. Китай и США не могут жить друг без друга, потому что их экономики переплетены. То есть это как одна семья, где есть все, и взаимное проникновение, и взаимная неприязнь. Но вот это такой очень своеобразный, непривычный, может быть, нашему глазу, но это элемент регулирования этой конфронтации. Во второй оси нет ничего. Практически тот механизм регулирования, который сложился в годы Холодной войны, разрушен. Основной фокус наших отношений контроль над вооружениями практически потерян. Все остальные сферы заморожены. 49 государств мира внесены в списки недружественных стран, чего не было даже в годы Холодной войны. Вот это те реалии, с которыми нам приходится иметь дело. И разгребать эти реалии сложно при всем том, что существует еще все раскручивающаяся спираль экономических санкций. И то, что она будет закручиваться в другом направлении, пока что не видно. Извините за перебор. Прошу прощения. Спасибо, Валерий Николаевич. Представляется слово Алексея Анатольевича Грамыка. Благодарю вас, господин модератор. Разрешите мне вслед за Валерием Николаевичем поделиться рядом идеей о том, что происходит в мире, как можно это трактовать и что заслуживает внимания в выступлении, регламент которого 15 минут. Я хотел бы начать с того, что в современном мире на всех парах протекают различные процессы децентрализации, деглобализации. Они протекают как в упорядоченном виде, так и в виде полной беспорядочности. И пока не решен, и вряд ли в ближайшее время будет решен вопрос о том, центральный вопрос, будет ли мир оставшейся части 21 века миром силы права или права силы. Отлив океана глобализации сопровождается поднятием уровня воды в ее отдельных морях и реках. Попятное движение во взаимозависимости на уровне глобальном сопровождается ее усилением на уровне региональном. Такое усиление находит выражение как в продолжении многочисленных региональных интеграций, так и в создании и усилении международных группировок, различных блоков, как формальных, так и сетевых клубных коалиций, коалиций добровольцев, деятельность которых направлена на противостояние друг с другом. Мне кажется, что у постглобализации, деглобализации в том или ином виде рассуждать вполне не только можно, но и нужно. Но о постглобализации этот термин также употребляется говорить преждевременно. Но одновременно ясно, что неолиберальная модель глобализации, которая основана на америкоцентризме, уходит в прошлое, как когда-то в прошлое ушла и европоцентричная модель, как ядро мировой политики. Те несколько веков, когда большинство империй в мире концентрировались на территории Европы, их метрополии все были здесь, и, соответственно, эти империи им задавали главный ритм и динамику международных отношений мировой политики в целом. Вытесняющий вот эту неолиберальную модель глобализации, которая развивалась где-то с 80-х годов прошлого века, вытесняющий её к полицентризм, пока не имеет чётких очертаний, чётких критериев и понятной структуры. Он рождается на обломках старого мира, как бы прорастает в нём, но как бы мир идёт на ощупь. Непонятно, что получим мы в результате. Механизмы глобального управления и регулирования представляют у себя набор наследства послевоенной эпохи, после 1945 года, и, конечно же, ряда новаций уже постсоветского мира, то есть это последние 30 лет. В международных отношениях продолжается поиск нового баланса силы и интересов. И, в общем-то, этот поиск принимает, как мы видим, всё более ожесточённый характер. Иллюзии бывших гегемонов сталкиваются с амбициями сторонников нового или обновлённого мироустройства. И в этом столкновении задействованы не только политические, экономические, информационные, военные инструменты, но также ценностные и идеологические. И благодаря ним вот эти геополитические разломы цементируются и превращаются в труднопреодолимые на следующий какой-то исторический период в обозримом будущем. Неолиберальной идеологии противостоит система координат и традиционализма, и суверенности, и национального самосознания. Здесь есть много вариантов, и целый ряд стран мира или их комбинаций предлагают свои подходы к взгляду на мироздание. Экспертный дискурс о контурах нового мирового порядка полон рассуждениями в духе политической геометрии, то есть анализа взаимоотношений центров силы в категориях треугольников или иных комбинаций с большим числом углов и сторон. На фоне ужесточения конфронтации России и Запада и дальнейшего укрепления статуса Китая в качестве ведущей державы уже по целому порядку ниши политических, экономических, военно-технических и ценностных распространения получают с моей точки зрения дискуссионные, спорные концепции новой холодной войны и новой биполярности. Но сегодня я останавливаться на этом не буду. Мир испытывает состояние такой многослойной дестабилизации, последние напластования, которые лишь усугубили риски, с которыми Европа столкнулась в ходе Великой рецессии 2008-2009, последующих кризисов и суверенных долгов, миграционный кризис 2015 года, пандемия и разрастающийся украинский кризис. Гремучая смесь этих проблем втягивает Европу в энергетический кризис, а мир в продовольственной, хотя здесь еще возможны решения, которые это могли бы предотвратить. Интеграция и дезинтеграция в Евросоюзе находятся в сложном сочетании уже много лет, и каждая из этих двух мировоззренческих и институциональных опор Евросоюза, это межгосударственная и наднациональная, продолжают эту вот такую серьезную взрослую игру в перетягивание каната и претендуют на роль первой скрипки в этом региональном объединении. Над Евросоюзом давлеет тяжелое бремя Брекзита. В Евросоюзе по вопросам верховенства закона появились свои собственные возмутители спокойствия, в первую очередь это Венгрия, Польша, в либеральных, точнее сказать, в неолиберальных кругах ЕС они уже и де-факто, и даже де-юро подвергаются астротизму, фактически не функционирует в былом виде европейский франко-германский тандем после ухода с политической сцены Ангела Меркель и прихода в Германии новой правящей коалиции и Олафа Шольца в кресле канцлера. Ну и тот саммит Париж и Берлин, который прошел, он показал, насколько масштабные и глубокие противоречия множатся между этими странами, кое-что можно затушевать или убрать под ковер, замести под ковер, но тем не менее здесь в Европе рассчитывать на этот былой локомотив в течение десятилетия евроинтеграции пока не приходится. Президентские парламентские выборы во Франции весной и летом текущего года привели к дальнейшей поляризации политического ландшафта в стране. На двух краях центр, политический центр, былой, бывший политический центр лежит в руинах, а на двух краях партийно-политической системы страны возвышаются два бастиона слева во главе с Жан-Люком Меланшоном, а справа во главе с Марин Липен. В Британии вариант популистского такого неотечеризма, как мы видели, только что вылился в приход к власти достаточно своеобразной фигуры Ли Страс, которая продержалась на своем посту рекордной по своей скудости 44 дня – такого в истории Британии еще не было. И правительственная чехарда в Соединенном Королевстве, я думаю, продолжится на фоне нищеты идеи глобальной Британии, которая была заявлена как якобы новая большая идея британской геополитики, внешней политики после выхода страны из Евросоюза. Партии нового популизма продолжают свое шествие на обломках европейских партийно-политических систем. В Италии в сентябре произошла очередная смена власти, на сей раз на основе воли изъявления народа, а, кстати, не так, как появились последние два премьера министра в этом году в Великобритании. К власти пришла еще недавно считавшаяся несистемной, крайне правая, сейчас она уже не крайне правая, она сместилась сильно в центр, партия братьев Италии, и сейчас к Риму приковано внимание в Европе. В том же месяце, напомню, правопопулистская партия шведские демократы завоевала второе место на выборах в Риксдак. Дальнейшей дезинтеграцией подвергается ситуация в сфере европейской безопасности. На территории Украины против России в ее конфликте с Киевом ведется открытая прокси-война, в которой в той или иной степени участвуют большинство стран НАТО и Евросоюза. Сам Евросоюз впервые в истории стал стороной регионального военного конфликта. Впервые в своей истории Евросоюз осуществляет масштабные поставки вооружений в зону вооруженного конфликта, летальной военной техники и снаряжения. Причем привлекает внимание то, что это делается из ресурсов инструмента Евросоюза под названием Фонд мира. Это тоже очень сильно приводит в ступор. Также принято недавно решение о создании тренировочной миссии Евросоюза для обучения украинских военных. И, как мы видим, очень быстрыми темпами происходит разрыв экономических, финансовых, энергетических связей между Евросоюзом и Россией. Конечно же, беспрецедентными событиями стали подрывы сразу в нескольких местах. Три нитки из четырех газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в исключительных экономических водах Дании и Швеции. Не разрешены и ничто не свидетельствует о том, что к этому может пойти дело в ближайшие годы. Глубинные противоречия между Россией и НАТО, а по большому счету между Россией и Соединенными Штатами. О том, на каких базовых критериях должна строиться общеевропейская система безопасности. Почти закончен процесс ратификации соглашения о приеме в НАТО Швеции и Финляндии. 28 стран уже ратифицировали дело за Венгрией и Турцией. Но посмотрим, насколько быстро эти страны закончат этот процесс. В результате всех этих факторов мы видим, как усугубляется военная напряженность в Балтийском регионе, усиливаются риски для национальной безопасности нашей страны, включая повышение, так скажем, геополитической уязвимости калининградского российского эксклава. Сумбурная и тяжелая ситуация складывается в экономиках европейских стран. Страны евро, ряд из них уже фактически находятся в рецессии, которая, судя по всему, лишь усугубится в 2023-м. Напомню о том, что инфляция в зоне евро к концу года достигнет 10%, что в 5 раз выше целевого показателя ЕЦБ, Европейского центрального банка. Небывалый взлет цен на энергоресурсы и многократное удорожение счетов за электроэнергию грозят остановить в Европе многие производства. Это уже происходит достаточно масштабно, ведет к волне банкротств, ну и, конечно же, к снижению жизненного уровня миллионов европейцев. Продолжается рост госдолга у большинства стран в среднем по Евросоюзу в отношении к ВВП. он уже почти приблизился к 90%, это на 30% больше, чем целевой показатель по законодательству Евросоюза, а Франция – это порядка 115%, Германия – это 70%, а в Италии – 155%. В Британии, кстати, госдолг уже почти достиг 100%. Ну и так, тектонические вздвиги в системе международных отношений, произошедшие за последние 30 лет, вылились в период длительной конфронтации разной степени интенсивности между соперничающими центрами силы. Россия форсирует ход событий, делает ставку на ускорение процессов переформатирования глобального управления и регулирования. Китай по большинству, или, по крайней мере, по многим параметрам уже превратился в одну из ведущих держав мира, а по паритету покупательные способности, как мы знаем, это уже несколько лет самая крупная экономика на планете. Пекин все громче заявляет о своих интересах и подходах к мироустройству, но, судя по всему, судя по тому, что он делает, старается как можно дольше отстрочить неизбежность более острых форм столкновения с Соединенными Штатами и с их ближайшими союзниками. И, исходя из умонастроений в США, политика двойного сдерживания в отношении России и Китая продолжается и будет продолжена. В ее рамках Вашингтон делает ставку на максимальное затягивание украинского кризиса для нанесения максимального ущерба России. Главным военно-политическим рычагом давления на Пекин становится тайваньский вопрос. Он используется для формирования такого общемирового, как это желает Вашингтон, антикитайского консенсуса, а также в качестве постоянного раздражителя, с помощью которого Пекин будет все время провоцироваться на военный конфликт с Тайбэем. И закончу тем, что сложная ситуация и на постсоветском пространстве. Украинский конфликт перерос в полномасштабную прокси-войну США и их союзников с Россией. Через период дестабилизации в последние годы прошли Беларусь и Казахстан. Замороженный конфликт в Нагорном Карабахе перерос в горячую фазу, но она тлеет до сих пор. Произошли столкновения между Таджикистаном и Киргизией, граница которых в значительной части не демаркирована и полна межэтнических противоречий. Взрывоопасный потенциал имеет ситуация в Приднестровье с учетом нахождения там оперативной группы российских войск и наших миротворцев. И это все в условиях уже откровенно провокационного курса Кишинева. Ну и тем большее значение в такой стрессовой ситуации, в этой череде форс-мажорных событий приобретают интеграционные процессы. В первую очередь для нас это союзное государство России и Белоруссии и Евразийский экономический союз. Высоко востребованы их потенциалы и способность смягчить внутренние и внешние негативные факторы в развитии стран-членов. И этим объединением для успеха все время надо, конечно же, доказывать свою востребованность и эффективность. Свою важную роль в стратегии России, на этом я заканчиваю сейчас, играют и такие объединения, как ОДКБ, БРИКС, ШОС, двусторонние отношения России с Китаем, Индии, Сербии, Республикой Сербской в составе Боснии и Герцеговины, Турции, Египтом, Индонезией, Бразилией, ЮАР, Вьетнамом, Венгрией, Ираном, странами Персидского залива, Кубой, Венесуэлой, Никарагуа, многими странами в Африке и так далее. И из этой пестрой мозаики двухсторонних и многосторонних отношений будет складываться для России новая внешнеполитическая среда, которая во многом и определит место и роль нашей страны в мире на годы вперед. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей Анатольевич. Слово предоставляется Николаю Дмитриевичу Плотникову, руководителю Центра Института Востоковедения, профессору МГУ. Спасибо большое. Еще будучи воспитанником Казанского Суворовского военноучилища, я с первого дня запомнил, что суворовец до обеда борется с голодом, а после обеда со сном. К сожалению, некоторые наши молодые коллеги, перейдя эту первую фазу, сразу же перешли во вторую. Ну, вам завтра менять нас, руководить делами государства. Поэтому, если есть возможность, конечно, внимательно нас послушайте. Спасибо за приглашение и возможность выступить. На фоне событий на Украине, Ближний Восток и Северная Африка как-то отошли на второй план. Но процессы, которые происходят в этом регионе, они негативно влияют как на международную безопасность, так и на мировую экономику. Если брать Северную Африку, то там единства среди государств, к сожалению, нет. Этим пользуются внешние силы и провоцируют недовольство между этими государствами, натравливают друг против друга. Наиболее сложное отношение сохраняется между двумя ведущими государствами Магриба, Марокко и Алжиром. Выяснение отношений между этими двумя ключевыми государствами, к сожалению, негативно влияет на отношения во всем этом регионе. Если брать Тунис, то в этой стране серьезный экономический кризис. Фактически страна на грани экономического коллапса. Долги страны составляют почти 100% валового внутреннего продукта. Очень высокая безработица. Если брать в целом по стране, это 18%. Среди женщин 25%, а молодежи до 25 лет, она достигает 45-50%. Число бедных превышает по официальным данным 20%, но эта цифра не точная, бедных там гораздо больше. 25 июля этого года президент КСССР провел обещанную свою конституционную реформу. Все ожидали, что улучшения какие-то в стране произойдут, но, к сожалению, ничего там не меняется. В Ливии. Там продолжается политический кризис, кризис безопасности. Страна неуклонно идет к своей фрагментации. Планировавшись на декабрь прошлого года, парламентские, президентские выборы, как вы знаете, не состоялись, перенеслены на неопределенный срок, и когда они будут, никто не знает. В стране двоевластие. С одной стороны правит правительство Фатхи Башага, с другой стороны правительство в Триболе господин Бейбе. И вот это двоевластие и нестабильность, они провоцируют дальнейшее нарастание кризисных ситуаций в этой стране. Наиболее выгодном положении находится, конечно, Египет и всех стран Северной Африки. Но и в этой стране не удается переломить негативные тенденции. Вот пандемия коронавируса, она, конечно, вскрыла те негативные комплексы в экономике Египта, которые оказывались многие годы. Прежде всего, это то, что низкие показатели не нефтяного сектора, и то, что в страну очень мало идут прямых иностранных инвестиций. После пандемии попытки восстановления туризма, обрабатывающей, добывающей промышленности, функционирования Суэцкого канала, они начали восстанавливаться. Но проблема это все равно не решает. В минувшее воскресенье в Египте прошла экономическая конференция под руководством президента Ассиси. Там собрались представительные делегации, выступал премьер-министр. Была попытка выработать контрдорожные карты вывода страны из экономического тупика. Но, к сожалению, высокий рост народонаселения, уже по неофициальным данным, свыше 110 миллионов человек, ограниченность ресурсов и сложные проблемы со всеми соседями, маловероятно, позволят Египту выйти из этого тупика. Нет единства и на Ближнем Востоке. Многие страны этого региона в тисках политического и экономического кризиса. Вот Йемен можно уже с уверенностью относить к несостоявшимся государствам. К сожалению, по этому пути идут Ливан, Сирия, но я думаю, что Ирак, несмотря на то, что там недавно был все-таки через год выбран президент и назначен премьер-министр. Если брать по Ливану, то страна стремительно приближается к вакууму власти. В четвертый раз парламент так и не смог выбрать президента. Сегодня он собирается снова, выберет, не выберет, неизвестно, но 31 октября у Мишеля Ауна истекает срок полномочий на посту президента. В стране тяжелейший экономический кризис. Такого кризиса в современной истории еще ни одна страна не испытывала. Валюта обесценилась на 90%. Но самое страшное то, что на ворот вооружается. Мы недавно были в Беруте, встречались с представителями двух партий. Они сказали, у нас и так на руках много оружия, а сейчас, несмотря на то, что кушать нечего, люди стараются прибезти калашников и патроны к нему. Поэтому что ждет Ливан в ближайшее время, одному Аллаху, наверное, только известно. Война в Йемене давно уже вышла за пределы его границ. В этом году хуситы неоднократно подвергали обстрелам территорию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. 1 апреля был объявлен мораторий на перемирие. Всем казалось, что наконец-то мир там наступит. Но 2 октября все, мораторий перестал действовать. Боевые действия возобновились. На мой взгляд, перемирие было выгодно всем воюющим сторонам, чтобы произвести перегруппировку и накопить достаточно средств для продолжения боевых действий. В стране сложнейшая гуманитарная катастрофа. Три четверти населения, это почти 24 миллиона человек, нуждаются в гуманитарной помощи. 19 миллионов голодает. Из них 13 миллионов детей. Не решен сирийский кризис. В стране острейшая гуманитарная ситуация. Если кто следит за Сирией, обратили внимание, сейчас во всех 14 провинциях бушует холера. И прогноз неутешительный. Весной будет уже, что творится в этой стране. Меры, которые международное сообщество пытается предпринимать. Мы находимся в тесном контакте с сирийским отделением Красного Креста. Но они, напоминаю так, удар растопыренными руками. Координации нет. Правительство особого внимания этой проблеме не уделяет. В первую очередь, вспышки холеры на территориях подконтрольных сирийским курдам и в городе Алеппо. Отмечается активизация группировок ИГИЛ в провинциях Ирака, Дерезор, Хама, Хомс и Драа. Активизировалась в октябре группировка Хаяк Тахи Рашам, которая контролирует Иблик. Они захватились сейчас частью сил сирийской национальной армии, город Алеппо. Все это говорит, или позволяет сделать предположение о том, что без Турции там ни одно движение не происходит. Скорее всего, в преддверии предстоящих президентских парламентских выборов, Турция пытается произвести какую-то перегибровку сферы влияния и переспределения ресурсов на сирийском направлении. А Эрдогану немытем так катанем, все равно надо выиграть эту гонку. Нарастает кризис палестинской автономии. По ряду признаков не исключено повторение новой третьей антифады. И палестинцы к этому готовятся. Такие сигналы приходят как из Израиля, так и самой Палестины. Не прекращается борьба между ведущими политическими силами Палестины. Единства среди палестинцев нет. Это их главная беда. В Ираке, наконец, после прошедших 10 октября выборов, появился президент, который назначил премьера. Год не было. Но борьба за формирование нового правительства идет. Не могут договориться по ключевым поставам, в том числе и курды между собой. В провинциях Киркук-Анбар не прекращается деятельность исламского государства. А в ряде мест, особенно на юге Ирака, там, где преимущественно живут шииты, нарастают межплеменные противоречия, которые перерастают в нередко вооруженные столкновения с применением тяжелого оружия. Иордания, вроде бы, кажется, наиболее стабильное государство в этом регионе. Но у нее многочисленные внутренние проблемы. Высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, тоже где-то 40-45%. Страна по-прежнему не нуждается во внешнем финансировании. И Иордания испытывает серьезное давление на своих северных границах со стороны наркоторговцев, со стороны Сирии и Ливана. Среди общих проблем для всех стран Ближнего Востока и Северной Африки являются рост численности населения, его миграция, деятельность террористических группировок, кибербезопасность, рост производства синтетических наркотиков. По миграции я хочу отметить только Африку. Там образовался миграционный коридор через Марокко в Испанию. И пользуются этим не только граждане Западной Африки, расположенной в южнее Сахары, но стали пользоваться в этом году впервые граждане Индии, Пакистана, Бангладеш. Всего по этому коридору идут граждане 40 национальностей. Сфера нелегальной миграции находится под плотным контролем транснациональных преступных группировок. Доходы исчисляются миллиардами евро и долларов. Мы такое исследование проводили. Если кого-то будет интересовать, можем более подробно на эту тему переговорить. Дальше. Проблема миграции обостряет рост численности населения. К 2030 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки будет проживать около 600 миллионов человек. 60% это молодежь. Всех надо обеспечить работой, работы естественно или нет. В условиях сокращающихся ресурсов идет ожесточенная борьба. Это неизбежно будет приводить к конфликтам и появлению новых волн миграции. ИГИЛ по-прежнему действует в Ираке, Сирии и Афганистане. В Африке структура ИГИЛ действует по тем официальным данным в 22 государствах, но, наверное, уже больше. ИГИЛовцы конкурируют в борьбе за контроль над территориями с Аль-Каидой и местными террористическими группировками. Я имею в виду в Африке. Центральное руководство Аль-Каида и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке особо о себе не заявляет, но филиалы группировки действуют во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки. В регионы нарастает киберкризис. По мере развития информационных технологий в кибервойну вступает все больше стран. Наиболее яркий пример это кибервойна между Израилем и Ираном. Примеров достаточно. Кибероружие стали активно осваивать монархи Персидского залива. Ну, вот последнее сообщение. Саудовская Аравия создала у себя по образцу Израиля специальное подразделение кибервойны. Выделяет на это огромные деньги. Чуть чаще отмечаются атаки на жизненно важные объекты инфраструктуры, промышленные предприятия, морские порты, систему управления воздушными и морскими судами. В Северском канале три случая, когда при воздействии изне были остановлены двигатели у крупнотоннажных судов. По последнему сахару разбирались, сигнал был действительно послан изне, двигатель остановился, и была угроза то, что Суэцкий канал в очередной раз может быть перекрыт. Растет в регионе производство синтетических наркотиков. Я не беру сейчас Северную Африку, по Ближнему Востоку. Оборот наркотиков становится одной из составляющих растущей незаконной экономики. Для сравнения, в 2020 году объем только изъятых таблеток Каптагона составлял 3,5 миллиардов долларов, а в 2021 году уже 5,7 миллиардов долларов. В этом бизнесе тесно переплелись интересы людей из государственных структур и международных преступных группировок. Таким образом, основными факторами, влияющими на региональный ландшафт, является отсутствие единства в арабском мире. 1-2 ноября в Алжирии должен состояться саммит Лиги Арабских Государств. Он еще не начался, но уже озаменовался скандалами. Кронпринь Саудовской Аравии под надуманным предлогом туда не едет, но понятно почему. 3 государства тоже заявились и появятся сирийцы, мы там не появимся, ну и так далее. И 6 государств уже понизили уровень своего представительства. Поэтому арабский мир никогда не был единым, и я сомневаюсь, что он будет когда-то единым. Следующее, это конкуренция между ключевыми странами и негосударственными акторами. Вооруженные конфликты, войны, ухудшение экономических условий, изменение климата, обострение проблем с продовольствием, энергоресурсами и сокращением запаса воды, обострение борьбы в киберпространстве. У меня там осталось несколько минут. Я в завершение хотел бы поблагодарить организаторов этого форума. Я думаю, что работа ваша никогда не видима, потому что мы сами такие вещи организуем. Но я считаю, что от вашей работы зависит минимум 50% успеха в наших конференциях. Спасибо большое. Спасибо, Николай Дмитриевич. Следующий выступающий Виктор Борисович Супян, главный научный сотрудник Института США и Канады, руководитель научного направления, член-корреспондент РАН. Спасибо, Валерий Николаевич. Уважаемые коллеги, позвольте мне прежде всего поблагодарить Казанский университет, Институт международных отношений университета, за возможность выступить на столь представительном форуме. В эпоху жесткого геополитического противостояния особое значение приобретает объективный, профессиональный взгляд на позиции различных стран в мировой табеле о рангах. Оценка позиций США, как лидера экономического современного мира, хотя и теряющего свои позиции, отчасти приобретает особую важность. В первой части своего выступления хотел бы показать основные показатели, основные индикаторы, определяющие положение США в мировой экономике, а далее немного порассуждать о том, как эволюционирует экономическая модель в Соединенных Штатах и как она влияет на позиции этой страны в мире. Итак, среди ключевых макроэкономических показателей, отражающих уровень экономического развития страны, воловой внутренний продукт и воловой внутренний продукт на дошу населения обычно рассматриваются в первую очередь. По ВВП, рассчитанным по текущему курсу, по данным на 2020 год, это последние достаточно определенные точные данные, которые имеются, США сохраняли устойчивое первое место с объемом волового продукта в 21,5 трлн долларов, это примерно 24% мирового ВВП. Ближайший конкурент США, по данному показателю, Китайская Народная Республика находился на втором месте с уровнем ВВП в 14 трлн долларов, это 15% мирового ВВП. Если рассмотреть эти показатели с учетом паритета покупательной способности, то Китай, кажется, уже на первом месте, заметно опережая США, соответствующие показатели 27 трлн долларов, и это китайский показатель, и 21 трлн американский. Однако, следует сказать, что с точки зрения объективного сравнения сопоставимости позиций, конечно, важен показатель ВВП не по паритету покупательной способности, а именно по текущему курсу, потому что по паритету мы, скорее, получаем данные о внутреннем потреблении каждой страны, но не вполне корректные данные о сопоставимости, о качестве этих ВВП. Об уровне экономического развития страны многое говорит о состоянии ее научно-технического потенциала. В этом вопросе США удерживает безусловное лидерство как по масштабам этого потенциала, так и по его результативности. Так, в 2020 году на долю США приходилось 25% всех мировых инвестиций в науку. Абсолютные размеры расходов на НИОКР США, это уже данные на 2022 год предварительные, расходы США составили 720 миллиардов долларов, опережая все прочие страны-лидеры. В Китае, например, они составили 582 миллиарда долларов, но и все прочие страны существенно отстают от этих показателей. По доле расходов на НИОКР в воловом внутреннем продукте США уступают семи странам. На первом месте устойчиво держатся такие страны, как Израиль 4,9% ВВП, и Южная Корея, 4,4%, но и еще ряд европейских стран, около 3% их данные по доле расходов на науку ВВП. Но в совокупности, по абсолютным, подчеркиваю, размерам, все эти страны, конечно, значительно уступают Соединенным Штатам. В результате из 12 наиболее важных технологий, по оценке экспертов, Соединенные Штаты являются лидерами в 11. Лишь в автомобильных технологиях, по опросу нескольких тысяч экспертов, Соединенные Штаты проигрывают другой стране, Японии. Важным показателем, отражающим позиции страны в области науки и инновации, является так называемый глобальный инновационный индекс, разработанный Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В рейтинге стран по степени инновационной активности США находились на третьем месте в прошлом году, выступая Швейцарии и Швеции. Среди крупных стран они, безусловно, лидеры. Например, по результативности расходов на науку, опять-таки, Соединенные Штаты являются лидером, например, по такому ключевому показателю, как число и доля наиболее престижных научных премий. Они занимают однозначно первое место. По данным на прошлый год, на долю США пришлось около 50% всех присвоенных нобелевских премий в области науки, и 40% всех лауреатов нобелевских премий. Соответствующие данные – 406 и 403 показатели. Следующие за ними по этому показателю Великобритания, Германия и Франция заметно отстают соответствующие показатели. У них 137, 113 и 72 ученых, которые получили эту премию. Замечу, к слову, что Россия находится на вполне приличном месте, на шестом, но у нас всего 32 лауреата нобелевских премий, включая Советский Союз и дореволюционную Россию. Огромный вклад в формирование научно-технического потенциала вносит в систему высшего образования, прежде всего, так называемые исследовательские университеты. По всем основным международным рейтингам американские университеты сохраняют ведущие позиции. Так, из 10 лучших университетов, по данным британской газеты «Таймс», все американские, по рейтингу специализированного совета, который занимается оценкой позиций университетов, из 10 первых университетов – 8 американских. Среди прочих показателей, отражающих уровень экономического развития, следует назвать индекс глобальной конкурентоспособности, рассчитываемый экспертами Всемирного экономического форума. Значит, он охватывает 140 стран. По данным, на 2020 год на первом месте находятся Соединенные Штаты Америки, которые существенно опережают все другие страны. Об уровне развития той или иной страны нельзя судить без оценки комплекса показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения. Интегральным показателем, позволяющим делать такого рода оценки, является так называемый индекс человеческого развития. Здесь американцы довольно сильно уступают многим небольшим, прежде всего, странам, но и некоторым крупным, таким как Германия, занимая лишь 15 место. Понятно, что социальная дифференциация в Америке значительно выше, чем в большинстве стран и европейских, и других, которые характеризуются высоким уровнем развития. Ну, еще один показатель, о котором я не могу не сказать, может быть, один из важнейших показателей, это производительность труда, основной показатель эффективности производства. Здесь, среди крупных стран, Соединенные Штаты опережают все прочие страны. На втором месте идет Франция, на третьем – Германия. Лишь две небольшие страны, Норвегия и Люксембург, опережают Соединенные Штаты по этому показателю, но понятно, что эти страны никакой погоды в экономике мировой не делают. Как видно из приведенных данных, среди крупных стран, Соединенные Штаты уверенно лидируют, заметно опережая ближайших конкурентов. Внешнеэкономические позиции США свидетельствуют прежде всего о их месте в мирохозяйственных связях, в мировой торговле и мировых инвестиционных потоках. Объем внешней торговли самый большой среди всех прочих стран. В прошлом году это 5,6 трлн долларов. Экспорт уступает импорту. По экспорту на первом месте находится Китай, но по импорту Соединенные Штаты опережают Китайскую Народную Республику. В конце 2-го десятилетия 21-го века США сохраняют позиции крупнейшего экспортера и импортера капитала. Это касается как движения капитала в США, так и из США в целом, включая финансовые активы, ценные бумаги, недвижимость и так далее. Теперь вот несколько слов о том, как выглядит сегодня американская экономическая модель, которую многие критикуют, многие наши отечественные и зарубежные эксперты. Во-первых, что отличает современную американскую экономическую модель? Это в первую очередь высококонкурентный хозяйственный механизм, основанный на высокой степени экономической свободы хозяйствующих субъектов. 33 миллиона хозяйствующих субъектов в США, что говорит о высокой степени конкуренции в стране. Затем вторым я бы назвал высокоразвитое предпринимательство, пользующееся поддержкой общества и государства. Относительно низкая доля государственной собственности в экономике. Государство практически не присутствует в реальном секторе экономики и представлено лишь в сфере услуг и инфраструктурных отраслях, таких как наука, образование, здравоохранение, транспортная инфраструктура, земля, военные объекты. Вклад государства в ВВП в целом не превышает 10-12%. Доля ВВП, перераспределяемая через федеральный бюджет, традиционно колеблется вокруг 18-20%, что гораздо ниже, чем в других развитых странах. Ну и еще одна важная долгосрочная характеристика американской модели – это высокая трудовая этика населения США, отсутствие традиции государственного патернализма, вера граждан в индивидуальный успех, опирающийся на собственные усилия. Американский вариант капитализма – слово, замечу, только недавно, в сентябре, я опубликовал на эту тему статью в журнале «Мировая экономика и международные отношения», где пытаюсь дать такой обобщающий ответ, что происходит с американской моделью капитализма, кому это интересно, значит, рекомендую. Американский вариант капитализма, по крайней мере тот, который господствовал в стране последние 50 лет, принес, на самом деле, беспрецедентный экономический рост в данной стране. Это факт, который невозможно отрицать. Несмотря на замедление темпов роста экономики в 21 веке, США продолжают сохранять лидерство мировой экономики, в том числе и по темпам роста ВВП, которые в первые два десятилетия нынешнего столетия превышали соответствующие показатели в других странах, членах «семерки». Две минуты. Все прорывные экономические идеи и достижения 21 века, включая цифровизацию, искусственный интеллект, биоинженерию и прочие, возникли в Соединенных Штатах. Это тоже, как бы, вот та реальность, на которую мы не можем закрывать глаза. В целом, можно констатировать, что так называемая либеральная модель экономики, она благоприятна для кого? Для конкурентоспособных людей, эффективных работников. Однако очевидно, что эта модель предназначена не для социального государства, ориентированного на благосостояние всех. Можно видеть очевидные недостатки существующей американской модели экономики. Стремление к получению прибыли, а не к долгосрочным целям развития, привело к обострению экологических проблем, разрушительным последствиям в области климата, кризису в борьбе с пандемией. Вот последние события, они действительно свидетельствуют о существенных недостатках этой модели. Она гораздо меньше, чем другие, более социально ориентированные модели капитализма, уделяют внимание вопросам социальной справедливости, равномерному распределению благ и собственности. В результате, в либеральной модели, как правило, высок уровень социальной и имущественной дифференциации граждан, расслоение по доходам, велика доля населения с низкими доходами. Это наглядно прослеживается на примере Соединенных Штатов. Именно в 21 веке чаще, чем когда-либо, американская экономическая модель сталкивается с растущими вызовами, ухудшая благосостояние и перспективы своих граждан. Многие из этих вызовов проистекают из самой модели, другие были привнесены внешними обстоятельствами, такими, как, например, пандемия COVID-19. Одним из таких вызовов стала проблема социального неравенства, которое присуще отдельным странам Запада и особенно США. Так произошло сокращение некого ядра американского общества среднего класса 61% населения во второй половине XX века до 52% к концу второго десятилетия XXI века. Основной причиной этого неравенства стал фундаментальный сдвиг в структуре экономики от обрабатывающей промышленности к сфере услуг, в которой доходы значительно ниже. Особенно тревожным является расширяющийся разрыв в доходах и благосостоянии между наиболее богатыми и наиболее бедными. Эта проблема наглядно проявляется в США, где на 5% домохозяйств со сверхвысокими доходами приходилось 23% всех доходов, а на верхние 20% более 49% всех доходов. Недовольство больших групп населения и озабоченность экспертов вызывают различного рода предложения по совершенствованию рыночной модели капитализма. Нередко эти соображения носят откровенно левый характер и представляют собой по сути различные вариации о государствении частной капиталистической экономики и централизованного распределения ресурсов и доходов. Однако в большинстве случаев вопрос ставится, конечно, не столь радикально, а скорее говорится об адаптации рыночной модели американского капитализма к существующим и вновь возникающим проблемам. Пандемия, еще раз подчеркну, стала своего рода лакмусовой бумажкой, высветив имеющиеся недостатки в экономике и их влияние на многие демографические группы населения, в том числе в плане их территориального расселения, не говоря уже о расовой дифференциации. Наблюдалась также индивидуализация социального контракта, возросшая зависимость работников от работодателей, то есть от частных структур, а не от общественных институтов. Другим серьезнейшим вызовом рыночной модели капитализма в США становится реакция на изменение климата. В обозримом будущем заметно усилится социальное и экономическое влияние таких катаклизмов, как наводнения, пожары, экстремальная погода в различных регионах мира, на все стороны жизни человека, состояние природы, физического капитала. И с этим мы видим, что вот та самая либеральная модель, которая преуспела в целом в экономическом росте, в создании общественных благ вообще, стала во многом не справляться. На этом фоне отметим еще один вызов либеральной модели, очень плохо пока исследованный, это развивающиеся явно нелиберальные экономики типа китайских. Китай, который рассматривался как источник дешевых ресурсов и рабочей силы, как некий сборочный цех для Соединенных Штатов, сейчас превращается, о чем уже коллеги говорили, в конкурента, главного конкурента американской экономики. Ну и общий вывод, анализ существующей модели американской экономики показывает, что налицо как внутренние, так и внешние вызовы, которые обусловлены с одной стороны эволюцией устоявшихся процессов и проблем в экономике и обществе, а с другой появлением новых вызовов, растущей неравенства, пандемии, изменения климата, противоречия глобализации. И общий вывод, очевидно, что ожидать некоего краха этой модели, которая все еще позволяет американцам удерживать лидерство, не приходится, но определенная адаптация этой модели, она, безусловно, будет происходить. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Виктор Борисович. Мужчины посоветовались и решили сейчас предоставить слово Надежде Александровне Шведовой, руководителю сектора социально-политических исследований Института США и Канады. Я хочу напомнить, здесь просто нет в программе этого, что в 13.30 предполагается перерыв на обед. Пожалуйста, Надежда Александровна. Помогите даме кнопочку нажать. Могу я попросить вас перейти к нам поближе? Может быть, мы поменяемся местами? Видимо, сдвинули. Да, 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 поближе. Здесь есть возможность. Если вам не трудно, вы поближе пересядьте сюда. Можно сюда? Просим вас. Да, 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 конечно. Работает уже. Включился после некоторой критики. Итак, спасибо за предоставленное слово. Для меня высокая честь участвовать не первый раз в этом высоком собрании, форуме. Тема моего выступления – организация объединенных наций и цели устойчивого развития, гендерный аспект в контексте глобальной безопасности. Уже здесь прозвучало, что в 1945 году был подписан устав ООН в Сан-Франциско, а затем 24 октября после расификации большинством принявших его стран вступил в силу. Это стало началом пути длиной в 77 лет. В день рождения ООН многие задаются вопросом, что ООН значит для мира. Ответ дает генеральный секретарь Антонио Гутейш по поводу дня Организации объединенных наций, говоря, цитирую, «Создание Организации объединенных наций явилось практически воплощением надежды, надежды и решимости после Второй мировой войны перейти от глобального конфликта к глобальному сотрудничеству». Конец цитати. Глобальное сотрудничество – это объективная черта современности, что нашло отражение в согласованном одобрении государствами, членами ООН, целей устойчивого развития. Страны добровольно возложили на себя обязательства по их достижению. Среди них цель номер пять – о достижении гендерного равенства, амбициозной перспективы ее реализации к 2030 году. Почему, собственно говоря, гендерное равенство? Во-первых, соблюдение важнейшего принципа человеческого развития рассматривает ООН как предпосылка и условия прогресса. Во-вторых, в странах сохраняются большие гендерные разрывы, о чем свидетельствуют данные. В-третьих, пандемия COVID-19 оказала пагубное, регрессивное воздействие на гендерные равенства. Таким образом, между гендерным равенством и устойчивым развитием существует неразрывная связь и взаимопрекновение. В период 2015 года мировое сообщество в лице ООН приняло документ цели развития тысячелетия. 25 сентября 2015 года пришел черед для одобрения новой дорожной карты, о чем подумало мировое сообщество. Была принята резолюция полоназвания документа преобразования нашего мира, повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Кратко, ЦУР, цели устойчивого развития, были утверждены главами государства и правительств в ходе саммита на 70-й ювленной сессии. Официально ЦУР вступили в силу 1 января 2016 года. В новом реестре цели их число увеличилось на 9 по сравнению с предыдущим. Перечень отражает динамику развития глобальной цивилизации, расширился спектр направлений жизнедеятельности, стал объемным и разноотраслевым системно выставленный подход к намеченным целям. Цель номер 5, в рамках цели номер 5, то есть достижения гендерного равенства, намечено 9 главных задач. Их реализация позволит достичь обозначенной перспективы. О каких задачах идет речь? Их перечень включает ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек во всем мире, как в государственных, так и в частных сферах, ликвидацию вредной практики, изменение отношения к неоплачиваемому труду, всеобщий доступ к услугам в сфере репродуктивного, сексуального здравоохранения и репродуктивных прав, и эффективное участие женщин в управлении на всех уровнях принятия решений политической, экономической и общественной жизни. Средует подчеркнуть, что ЦУР, так как и цели развития тысячелетий, которые были до того, не имеют юридической обязательной силы. Однако государства, подписанты добровольно берут на себя ответственность и создают национальные механизмы по их достижению. Второе. По оценкам ООН, потребуется от 5 до 7 триллионов инвестиций ежегодно для реализации ЦУР в полном объеме. Третье. При этом экономическая выгода при достижении целей очевидна. Они откроют рыночные возможности, эквивалентные 12 триллионам, и обеспечат 380 новых рабочих мест. Кратко говоря, гендерное равенство – это просто выгодно, как утверждают эксперты-специалисты высокого класса. Итак, 17-18 февраля нынешнего года под эгидой ООН состоялись парламентские слушания. Почему было решено их привести? Ответ заключается в том, что организация «Подинка-12» отмечает, что темпы реализации цели устойчивого развития разочаровывают. Причины. Главное. Отсутствие политической воли властей. Второе. Пандемия COVID-19 нанесла ущерб усилиям в области устойчивого развития. Третье. Неуклонный рост неравенства в доходах и благосостояния, уходящие корнями в предпандемические времена – тяжеловесный аргумент. Отсюда цель мероприятия – это совершенствование политической поддержки и все объявляющих мер реагирования на устойчивое восстановление. COVID-19 – это кризис с женским лицом. Ущерб неисчислим и будет звучать десятилетиями в будущих поколениях. Настало время изменить курс. Равное участие женщин – это то, что нам нужно, заявил Бутериш. В современном мире тем временем лишь 25% законодателей в национальных парламентах мира, 20 членов кабинетов министров процентов, 33 члена местных органов власти составляют женщин. 22, то есть немногим более 10% стран мира – это страны с женщинами-лидерами в качестве главы государства и правительства. Такие темпы, по мнению, опять глубоко уважаемого генерального секретаря ООН, не позволят достичь паритета среди глав правительств до 2150 года. Вряд ли кто-то доживёт, судя по всему, даже в этом зале до этого периода. Тем временем женщины на 24% чаще теряют работу и свой доход. Их доход упадёт на 50% по сравнению с мужчинами. Эпидемия коронавируса породила теневую эпидемию насилия в отношении женщин во всём мире. Как онлайн, так и оффлайн. Между тем, реакция на COVID-19 проиллюстрировала огромную силу женского лидерства. Цитата. На этот счёт накоплен солидный свод аргументов. По мнению аналитиков, представители власти способны к адекватной оценке реалий жизни. В настоящее время задача достижения гендерного равенства приобретает экзостазональное звучание. Почему? Во-первых, женщины и девушки – это половина населения мира, 50% потенциала всего человечества. Второе. Гендерное равенство – фундаментальное право человека. Третье. Расширение прав и возможностей женщин через повышение производительности ведёт к экономическому росту, основе повышения качества жизни человека. Гендерное равенство, опять-таки, выгодно. Шесть дней назад, а именно 20 октября 2022 года, исполнительный директор структуры ООН «Женщины» Сима Баус выступил с речью на открытых дебатах Совета безопасности ООН по вопросу о женщинах мира, мире и безопасности. «Женщины-правозащитницы должны быть впереди и в центре предстоящей работы», – завела она. Как позитив следует отметить, 103 страны в 2022 году приняли национальные планы действий в отношении женщин, мира и безопасности по сравнению с 37 странами ещё 10 лет тому назад. Второе. Всё больше число стран выбирает феминистскую внешнюю политику. Третье. 184 страны подписали соглашение о женщинах, мире и безопасности и гуманитарных деятельностей. Чего ждут от ООН сегодня? Сентябрь 2022 года, неделя высокого уровня 72-й сессии Генассамблеи, проходит в Нью-Йорке. О чём говорили главы государств и правительств? Они говорили о широких возможностях в руках ООН, о богатом опыте решения международных проблем, о её уникальности и незаменитии. Конечно же, звучал призыв к модернизации организации, приведении структуры и членства её основных органов, например, Совет Безопасности, в соответствии с требованиями современности. Звучал призыв к странам-членам неукоснительно соблюдать устав ООН, то есть соблюдать свои собственные права и обязанности, которые были достигнуты путём длительного поиска общих путей. В чём суть и значение принятого документа ООН о целях устойчивого развития? Во-первых, ЦУР, иными словами, целью устойчивого развития – это детище 193 стран мира, то есть государств-членов ООН, которые сумели прийти к согласию в отношении приоритетов. Да, процесс был нелёгким, да, он был многолетним, да, он был открытым, в котором учитывались мнения разных заинтересованных сторон, искали пути согласования в сообществе на малой большой планете среди многих по-разному развивающихся государств. Во-вторых, ЦУР – это беспрецедентная международная программа-повестка, план достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех путём решения глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество. ЦУР носит общечеловеческий характер и предназначен для всех стран. В-третьих, мировое сообщество в лице ООН, осознавая появление в середине пути до 2030 года, до окончания осталось всего-навсего 8 лет, негативных последствий выражает обеспокоенность и призывает действовать незамедлительно. И, наконец, в-четвёртых, ЦУР по своему характеру универсально применимы, они носят комплексный характер. Всё это делает их исторически значимыми. Никуда не денешься от того, чтобы учитывать, что мир состоит из двух констант – женской и мужской. Поэтому придётся и приходится заниматься этой стороной. Спасибо за внимание. Продолжение следует...